Сегодня будем готовить очень вкусные пирожки с капустой. А пока жмите кнопку подписаться, чтобы быть в курсе всех новых видео. В миску наливаем 2 стакана тёплой воды. Добавляем столовую ложку соли и 2 столовые ложки сахара. 2 яйца и 11 граммов сухих дрожжей. Если хотите пирожки постные, яйца можно не добавлять. Всё хорошо венчиком перемешиваем. Теперь добавляем 120 мл растительного масла и снова всё перемешиваем. Добавляем, просеиваем муку и замешиваем тесто. Муки добавляем сколько возьмёт. У меня ушло 900 граммов. Тесто должно получиться мягкое, нежное и не липнущее к рукам. Теперь тесто кладём в миску, накрываем плёнкой и убираем в холодильник на 40 минут. Спустя время достаём тесто из холодильника. Перекладываем тесто на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом. Делим тесто на равные колобочки. Вес колобочка теста получается примерно 70-80 граммов. Прикрываем тесто плёнкой или полотенчиком и оставляем минут на 20. А теперь формируем пирожки. Берём колобочек теста, растягиваем кружок. Выкладываем столовую ложку начинки. У меня сегодня капуста. Загибаем тесто и склеиваем край. Теперь переворачиваем пирожок к низу швом и прижимаем. Так формируем все наши пирожки. Выкладываем пирожки на противень, смазанный растительным маслом. Прикрываем плёнкой и оставляем минут на 30. Смазываем пирожки сверху яйцом и отправляем в разогретую духовку. Запекаем пирожки примерно минут 15 на 180 градусов. Режим ставим вверх-вниз, пока пирожки не подрумянятся. На готовность ориентируйтесь по своей духовке. Пирожки получились мягкие, ароматные и очень вкусные. Поэтому рецепты всегда готовила моя бабушка. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам рецепт понравится. А я с нетерпением жду ваши комментарии и лайки. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Спасибо, что были со мной.